И доброго времени суток! Пусть дороги все ваши ведут вас в тёплые пески на просторах канала Ичи Геймс, в прохождении Скайрима за Каджиток Хамариса, с модификациями, естественно, друзья. Итак, что же, сразу поясню, почему я не возле той пещеры, в которой мы в предыдущие две серии шарились, почему я, в принципе, нахожусь неподалёку от Трицератора и тому подобное. А дело всё в том, что... Твою медь! Аааа! Сгинь! Хух! Скайрим, только не провисай, пожалуйста! Так вот, дело всё в том, что, в общем-то, ту пещеру я за кадром также пробовал пройти, и, ну, слишком много мучений и времени это займёт, её прохождение на данный момент. Поэтому, в общем-то, пока что мы её трогать не будем. Пока что мы с вами активируем сюжет для того, чтобы элементарно хотя бы и DLC запустить, и ещё некоторые квесты и скрипты активировать. Поэтому, поэтому... Да и надо! Плюс ко всему, в мире пока что драконов нет, а мне охота и на новых дракош посмотреть, помимо прочего. Вот. Во-вторых, плюс ко всему, по пути к Хелгену, или как там этот город павший, у нас находится Ривервуд. А в Ривервуде нас с вами ожидает новая компаньонка, которую я за кадром поставил. Симпатичная, каджитка, подвида... Омрад, по-моему, называются. Те, которые на эльфов-босмеров похожи внешне. Вот. Так. Где-то тут коринирно. Надо взять. Лишним не будет, я думаю. Вот. Один момент только, придётся мне немножко, когда будем нанимать эту каджитку, серию цензурить в этом моменте, поскольку автор мода, к сожалению, сделал её в стиле нюз, скажем так. Что, естественно, Ютуб может немножко не одобрить. И поэтому не хочу рискать в этом плане. Вот. Так что придётся подцензуривать. Ну, что поделаешь, мне не привыкать, как говорится. Вот. И ещё, что не радует в этой модификации, единственное, это то, что нету какой-то предыстории у данной напарницы, к сожалению. То есть, просто берём её к себе в спутнике и всё. А хотелось бы, а хотелось бы, но что поделаешь. По крайней мере, зато нестандартная внешность. Она, кстати говоря, и не отличается особой какой-то силой. Государственное дело. Иди своей дорогой. Так. Подождите. Государственное дело, говоришь? Эй, ты чего? Государственное дело. Иди своей дорогой. Государственная... Ну, топор лучше было дать, ну да ладно. Во-вторых... Что еще тебе можно выдать? Что у меня такого лишнего есть прям? Эй, игра, одежда, ну. Вот. Ну, давай тебе одни сапожки дам. И один шлем фалмерский, допустим. Ам. Ну и все, пожалуй. Больше мне нечего тебе дать. Так. На. Оф. Его что, положили уже? На. Умрите имперские. И роды вели, блин, человека на каль. Ага. Я прям с другой стороны, если так подумать, то вот шли они себе, никого не трогали, понимаешь ли. А тут приперся какой-то хер с горы, и троих человек, или сколько их там, двое-трое было, завалил ради одного человека. Изверг. Нелюдь. Хотя, в общем-то, правильно. Нелюдь, я же ж этот, каджит. Ну вот. Гоп-стоп, мы подошли за угла. Гоп-стоп, и наварились, ла-ла-ла. Надо бы сохраниться, что ли. Так, далеко нам еще, и я ничего не попутал. Да нет. Вроде как Ривервуд где-то там. Потопаем, не торопясь. Куда нам торопиться? Вот. Плюс ко всему, я, кстати, не особо представляю себе, как правильно активировать квест, что там надо делать. Так что для меня это будет в новинку, потому что эту составляющую мода «Живи другой жизнью» я не проверял. Конечно, «Скайрим» станет уже несколько более стандартным в этом плане. Нас, плюс ко всему, в «Вайтран» перестанут сходу пускать. Но с этим уже ничего не поделаешь. Кстати, мне, возможно, показалось, но вроде как некоторые существа добавленные не оптимизированы. Потому что, когда я пробовал на этого Трицератора напасть за кадром, я на него пробовал напасть, то случилась маленькая Акавия. Жёстко прям FPS просел. Он и сейчас у меня временами проседает. Так. Ты кто? Сгинь! Э! Лунная корова! Или кто ты там? Тариум. Это с коджитских территорий, если я ничего не путаю. Существо, ладно. Так вот, FPS, как я уже сказал, жутко поседает. Он сейчас временами, и я вот не знаю, без записи всё вроде нормально, иногда до 40 падает. В общем, не пойму. Но я ещё сейчас уже, не знаю, зачем это я рассказываю, но да не важно. Повырубал то, что на заднем плане было у меня запущено. Дабы снизить нагрузку. Но, в общем, дело такое. Так. Пойди я, Ривервуд, вот тут, да? Ну, давайте уберём оружие и пойдём в таверну Спящий Великан. Здорово. Окей. Ага, или на плаху. Ладно, мне пора. Потому что я с Ярлами как-то не связывался ранее. Так. Ой, извиняюсь. Ну, организм штука такая непредсказуемая порой. Так, килл мув. Письмо от Ярла Фолкрита. Ну и что же он пишет? Давайте-ка почитаем. Итак, Хамарис. Чего? Позволь мне представиться. Ну и почерк у тебя, как курица в жопе пишет. Странное сравнение, я знаю. Позволь мне представиться. Моё имя... Короче, Херц горы. И я имею честь быть Ярлом округа древнего города Фолкрит. Окей. Чё ж ему надо? Моих ушей достигла молва о твоих подвигах в Скайриме. Это он с иронией, я думаю, говорит. Потому что мы особо никому не помогли. Только навешиваемся всяким людям. Да, убиваем. Ладно. Если ты желаешь стать таном владения Фолкрит, зайди поговорить со мной, как будешь в Фолкрите. Титул не только принесет тебе честь и уважение, но и позволит тебе иметь личного Хус Карла. Да нет, спасибо, не хочу я иметь Хус Карла меня и девушка одна, которая ждет в таверне, ждет. Могу также сообщить конфиденциально, что если твои услуги окажутся полезны мне... Так. Ты сможешь приобрести в собственность участок земли во владении Фолкрит. Жду нашей встречи с уважением. Хер с горы Яру Фолкрита. Окей. Окей. Так. И кстати, я тут подумал, чтобы не заморачиваться в монтаже, хоть это и мелочь, но все-таки с зацензуриванием, я, наверное, когда мы зайдем сейчас в таверну, да, просто подсохраню все это дело и за кадром ее возьму, приодену, после чего уже вам покажу спутницу. Хватай ее, минер! Да-да, хватай ее, минер. Я не знаю, что за минер, какой идиот назвал собаку минером. Хотя, в принципе, собаки могут закладывать мины, кто бы сомневался. Ну да ладно. Давайте придумаем небольшой лор. Вон она, кстати, там находится. Заткнись, женщина, дай мне договорить. Так вот, давайте придумаем кое-что. Наш же, по истории, наш каджит был, значится, в караване, да, типа на охране. Вот давайте представим, что некогда, то в этом караване была еще одна девушка, каджитка. Он мрад. Ну, это, как я уже вроде упоминал, эльфоподобные каджиты, то есть, более гуманоидного вида, еще более гуманоидного, чем те, которые в основном в игре представлены. За таких каджитов можно было играть, по-моему, в первой, во второй части. Ну, по крайней мере, они там встречались, как-то так было. Насколько я знаю, про древние свитки. Так вот, и, значит, в этом же караване некогда была она, но как-то ранее она сошла с лунной тропы и пошла своей дорогой. В общем-то, а теперь реча до Кхамариса дошла весть, что Ария тоже в Скайриме и, в общем-то, вроде как должна была остановиться в таверне Ривервуда. И вот она отправилась оттуда, чтобы навестить давнюю подругу и вместе с ней уже отправиться в приключения. Криво, конечно, я сочинил все это дело, но что поделаешь, в любом случае, ребят, мы прибыли в таверну. Спящий великан в небольшом селении Ривервуд, где наш герой встретится со своей давней подругой. И пока что что же. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте про лайки и комментарии. Для вас пройдет какое-то время, а для меня всего секунду, прежде чем я начну снимать следующую серию. Так что, надеюсь, вы будете ждать ее. А пока что все. Всех вам благ, удачи, пока.